Двор не узнать. Парковочными местами своими силами оказалось невозможно. Необходимую помощь получили по нацпроекту. Уже положили новое асфальтовое покрытие, островки для детских игр сделали безопасными. Установили оградительные конструкции. Работа продолжается. У нас еще не закончена программа комфортной среды. Мы еще детскую площадку должны благоустроить. Вот та территория у нас немножко сделана, выполнена не по проекту. Сейчас внесли изменения и там будет доделываться согласно измененного проекта. Да и в соседних домах буквально через дорогу еще есть что доделать. На Жигулевской 66 и 70 в центре двора ждут ель. Раньше сюда и машины пробирались с трудом. Парковать железных коней приходилось на земляных насыпях. Благодаря программе формирования комфортной городской среды во дворе появилась просторная парковка и детская спортивная площадка. Праздники теперь планируют отмечать всем двором. Был машин, негде было ставить. Асфальт весь дырявый был. Одни кочки, одни ямы. Сейчас, конечно, хорошо стало. Подаренные благоустроенные площади жильцы решили не просто беречь, но и приумножать своими силами. Все это выровнять, посадить какие-то кустарники, цветочки своими силами, чтобы было красиво. Песочек для детей завести. Вот так вот, чтобы было все удобно. Сами хотим попробовать тоже посадить и приложить к этому тоже какие-то свои усилия. Такому крупному общественному пространству, как парк, личными финансами помочь сложно. Молодежному бюджетные средства необходимы даже для небольших отделочных работ. В программу благоустройства парк попал благодаря отданным за него голосам. В 2018 году он стал одним из самых популярных парковых комплексов, по мнению жителей города. Домов вокруг много, детей и активных взрослых тоже. Только вот пойти некуда. Долгие годы лесопарковая зона находилась в удручающем состоянии. Стереотип опасности сохранился в головах местных жителей с 90-х. Парк культуры и отдыха молодежный сегодня – это более 30 аттракционов, экологичная зона отдыха, место проведения фестивалей и городских праздников. Сейчас здесь завершен только первый этап благоустройства – установленное ограждение. Теперь зона отдыха надежно отделена от проезжей части. Это первый этап. Это этап 2020 года. В 2021 году будет второй этап благоустройства. И что будет там сделано, это будет еще решать сам город, какие виды работы. Скорее всего, очевидно, это уже будет благоустройство внутреннего парка. В следующий год нам обещали с федерального бюджета электрификацию парка. Конечно, да, устарели, они устарели, действительно устарели. Электрификация. Замен входной группы, замен входной группы. И наши, мы со своей стороны тоже, еще дополнительная площадка, спортплощадка. Мы сами это организуем. Со своей стороны парк делает немало. Собственными силами установили камеры видеонаблюдения. На зиму закупили 200 комплектов лыж. В прокат для самых активных гостей. К концу 2021 планируют завершить строительство павильона для малышей. Дорожку к нему облагородят цветовым декором и картинами любимых мультгероев. Взрослым подарят новые рабочие места. Всего в 2020 году в рамках проекта формирования комфортной городской среды благоустроят 16 общественных пространств и 98 дворовых территорий. Передать объекты в пользование жителям губернатор Сергей Морозов поручил до 1 сентября текущего года. 70% работ уже выполнено. Яна Федорищева, Владимир Куликов, Новости Управда ТВ.